Мы опять с вами вместе, и у меня для вас есть сюрприз, надеюсь, сюрприз такой, так сказать, сегодня неожиданный, а дальше, может быть, он разовьется в какие-то более стабильные формы нашего общения. У меня в гостях замечательный человек, невероятное обаяние, таланта и знаменитости, это Михаил Николаевич Задорнов, как он себя называет, злокачественный сатирик. Значит, но я хотел, чтобы мы начали говорить не только и не столько, там, скажем, кино нашей картине «Цитадель», которую он видел, сколько вообще об атмосфере, вот что такое атмосфера у нас в стране, между людьми, насколько она важна, причем атмосферу для нас во многом создаете вы, в том смысле, что мы читаем ваши письма, ваши вопросы, мы читаем ваши недовольства, мы, так сказать, с интересом иногда оцениваем фигуры речи, потому что Михаил Николаевич сказал, что он даже в матерных словах нашел ошибки и выслал свои книжки этим авторам, которые в мате нашему сумели сделать орфографические ошибки. Поэтому, Мишенька, дорогой, я ужасно рад тебя здесь видеть, и мне очень хочется, чтобы мы, как это часто с тобой делали и говорили вот так вот, с глазу на глаз, чтобы это, как бы, наше, так сказать, наше одиночество стало публичным. Я бы сказал, чтобы мы могли с тобой поговорить и на темы, которые нас интересуют, а потом, я думаю, что, может быть, если наших друзей, наших френдов и гостей заинтересует эта идея раз в какое-то время, там, две недели, месяц, не знаю, чтобы мы выходили к ним с этим разговором, я бы очень хотел, чтобы мы с тобой сделали бы свои традиции. Мне бы это было очень интересно. Но так как я завидую сам себе, когда мы с тобой общаемся, я завидую тому, что это мы только мысли, только я тебя слышу. Мне интересно, мне хотелось бы, чтобы тебя услышали не только я. Поэтому у меня к тебе такой вопрос. Вот на тебя обвалилось огромное количество, так сказать, неожиданной несправедливости, всего-навсего из-за того, что ты сказал то, что ты думаешь о моей картине, о моих товарищах, обо мне. Что мгновенно попало как бы в пику, в противоход привычному, накатанному, очень удобному и, в общем, уже стало такой доброй традицией мнение. Вот расскажи мне свои ощущения об этом. Никита, во-первых, я был готов к этому, потому что я это испытывал уже не раз. Просто не в такой широкоформатности, как это ты испытывал. Ну, например, на меня обиделся в свое время, обиделись в городе Владивостоке. Они вывесили мои плакаты на улицах и плевали в них. И я получил где-то 50 тысяч оскорбляющих меня писем. Но там и практически ни в одном письме, который меня оскорблял, ни одно из этих писем не было написано грамотно. Правда, вот ошибки в матерных словах это только по отношению к нам с тобой. Потому что Владивосток оказался в этом смысле грамотнее. И я, понимаешь, конечно, мы знакомы давно. Конечно, мы разговаривали много с тобой о разных интересных моментах жизни. И все это было здорово. И мне тоже завидно было. Я тоже переживал, что этого никто не слышит. Хотелось, чтобы другие люди или присоединились к нам, или нет. Но меня вот что волнует вообще сегодня. Очень градус злости высок. И я сейчас говорю без всякой злости к тем, кто меня оскорблял. Потому что мне, честно говоря, за этих людей обидно. Они заморочены. Они настроены каким-то странным образом и находятся в странной энергетике. Они не могут быть счастливы. Они всегда кислячат, грустнячат. Более того, вот это есть такая традиция у нас в интернете. Интернет замечательный. Это инструмент. Есть молоток, есть долото, есть ножовка, есть интернет. Но жить в интернете, это жить в пиле, в молотке. А у многих же, знаешь... А еще жить между молотом и наколадом. Это между родиной и государством. И получается, что... Вот есть люди такие, у них в клавиатуре засохли крошки. Там йогурт засох. Образ сумасшедший. Да, они уже плохо нажимаются. У них стерлись отпечатки пальцев. Причем буквы стерлись, которые собирают тогда ХУ. Да, да, да. ХУ. И поэтому ошибка. И поэтому ошибка. Четыре. Гениально, как может быть, когда ты приходишь к человеку незнакомому, да? И подходишь, а его нету. А на столе стоит его компьютер. И так по клавиатуре смотришь, какие буквы стер. Ты понимаешь, что это человек, а? Сразу замечательно. И сразу знаешь, что он больше всего набирал. Но одновременно с этим у него должен быть стерт смайлик. Потому что наши любят очень тебя обругать, обматерить и смайлик поставить. И я всегда говорю этим людям, вы поймите, я понимаю вас, что вы там любите ругаться. Потому что вы бедолаги. Вот вы боитесь жизни. Вы ничего про нее не знаете. В интернете вы красивые. Вы располагаете чужие фотографии за себя. У вас ники, кстати, интересные наблюдения. Все, кто писал нам с тобой гадости через мой блог, их ники не раскрываются. Да ладно. Они боятся. А все, кто написали хорошие, добрые слова, раскрываются. Вот какой интересный наблюдение. Толстой. Мы любим людей за то добро, которое им сделали, и ненавидим за то зло, которое им причинили. Абсолютно точно. Это Толстой. А я как-то недавно сказал, ну, я не Толстой, но, похоже, рассказал, что обижаются те, кто обидели. В них действительно, в них зреет, эта обида удваивается. Вот как грузину. Пошлешь бутылку, а он тебе две обратно. Так и в этом диапазоне энергетическом. Ты послал гадость, а тебе вернулось. И ты начинаешь жить в этой обиде, в злости. И мне все время хочется привести пример знаменитого, популярного, талантлившего человека, на фильмах, которого я плачу, что, ребят, вы не туда повернули просто. Вы злитесь и живете в злости. Вот я латышам говорил, чиновникам, перестаньте злиться на русских. Вы отравите Латвию. И в результате Латвия станет русской. А Латвия должна быть латышской, а не русской. И сегодня получилось, они отравили атмосферу в Латвии и сами уезжают. И в русских процентах все время больше и больше. Слушай, так это неплохо. Это может быть и неплохо. Пусть травы ты дашь. Офшорная страна. Но для латышей, которых я люблю, это плохо. Я от него очень хорошо. А зачем они ругаются? А зачем они тогда ругаются? Зачем ругаются? Себе хуже. И я хочу объяснить людям этим. Ну подождите, ну давайте по-другому взглянем на это. Давайте с другой стороны. Мне одна женщина писала, я в депрессии была 3 года. Посмотрела ваш концерт, из депрессии вышла, но и через 3 дня я вернусь в депрессию. Что можете посоветовать? Пусть она с тобой ездит на концерт. Но она фотографии не прислала. Извини. Ну это другой разговор. Видимо, так сказать, постеснялась. А чужую тоже как-то приличный человек. И я ей посоветовал. А вот гениально, прислала тебе чужую фотографию. Потрясающая женщина. Ты говоришь, приезжай, типа, я приезжаю, это она. Что ты будешь с ней делать, когда она от стресса спасается за тобой? Я приду к Никите и скажу, давай камению с ней. Бравь эту ситуацию, это только для камении. Я хочу тебя спросить. Вот, извини, перебивай, чтобы просто, так сказать, не забыть. Мы уже отвлеклись, и это даже интересно. Да, да, понимаешь, какая штука. Абсолютно искренне я тебе говорю. Я изумляюсь одной очень простой вещью. Мне кажется, такие простые образы, скажем. Я сейчас говорю просто об образном мышлении, о том, что произошло с нашим зрителем. Понимаешь? Когда, допустим, женщина, изнасилованная немцами, рожает в машине, и машина останавливается, чтобы она родила, и этого ребенка принимают солдаты, и этого ребенка она просит убить, потому что он от немца, и они говорят, ты что, с ума сошла? Я на нее рубаху последнюю истратил. И выясняется, что именно то, что она родила этого ребенка, и машина остановилась, спасла им жизнь. Как можно в этом увидеть только роды? Понимаешь? Вот ну как? Как можно увидеть, скажем, в комаре, который рождается, летит, садится, пытается сесть на кого-то, а потом сел кому-то на щеку, и Артур Смоленинов, который играет Юрка, тянется, чтобы его убить, а в это время влетают три поля, там, где была его голова. Он хотел его убить, а он его спас. И вот это все, понимаешь? Вот это вот единство мира, абсолютное перетекание от комара к человеку, от новорожденного к войне и так далее, и так далее. Как можно, вот повторяю, не потому что это талантливый, я сейчас по-другому говорю. Какими глазами нужно смотреть кино, чтобы этого не ощутить? А видеть только комара, и меня задают вопросы. Это что же, войну выиграла мышка? Ну, ёпанки, дальше я буду делать ошибки. Кроматические, вот о чем я говорю. Ну, это объясним. Я не могу это объяснить, потому что я только понимаю, что градус обозленности вырос, и он находит тех, кого люди любят. Вот, например, я считаю, что многие люди, которые обозлились на Никиту Михалкова, любят его. Но он чего-то, вот, вот что-то они, вот увидели, что он дружит с властью. А-а-а! Он нас предал! А он не дружит, во-первых, а в хороших отношениях, а как, если с ним дружит? А кто отказался бы дружить с властью, если бы позвонили из администрации президента и сказали кому-нибудь, давай дружить. А он... А почему вообще... Почему вообще это путать надо? Нет, вообще это по-другому. Я о другом. А почему вот русский интеллигент в представлении вот тех, о ком ты говоришь, он должен сильно пить, болеть туберкулезом, ненавидеть власть и загнуться под забором нищий и обоссанный. И вот тогда он настоящий русский талант. Почему? Я... Конечно, слава, Светлоруша. Ёлки-палки. Я... Вот... Ну, я не пример простой. Я хоть одну картину снял, чтобы понравиться властью. Нет, нет. Всё! Всё, правильно. А с кем я водку пью? Или это мое личное дело? Потому что то, на что меня Господь сподобил, это заниматься тем, чем я занимаюсь. И тебя тоже. Ну, конечно. Понимаешь? Поэтому, когда ты говоришь... Если ты будешь со сцены читать, так сказать, верноподданнические, лживые, фальшивые, со слезами на глазах вирши, то да, это человек, которому нельзя верить. А если ты говоришь то, что ты говоришь? Ты в это веришь сам. Ты искренен. А вне зависимости от этого ты обедаешь вместе с президентом, с премьером, неважно с кем, если за этим не стоит личной выгоды. Я дружу для того, чтобы... Понимаешь? Поэтому для меня вот это поразительная штука. Поразительная штука. Мало того, я хочу посмотреть в глаза человеку, который хочет ненавидеть тех, кто им руководит. Он говорит, ну неужели же естественное желание ты выбрал, да, или Бог тебе послал его? Ведь естественное это желание, чтобы он помог, верить ему, не пресмыкаться, но ощущать, что тот, кого ты избрал, достоин этого. А если ты его избираешь, для того, чтобы тут же начинать завалинки стаскивать вниз, растоптать, то тогда, милый мой, ты всегда будешь иметь дело с теми, кто будет тобой же растоптан. Ну это же нонсенс, это же неправда, это же гибель, это погибель на мой взгляд. Ну я-то понимаю то, что ты сказал. Я не ручаюсь за всех остальных, но я более того скажу, тогда, ребят, не читайте Пушкина. Вообще он был знаком с Николаем Первым, простите, с Николаем Первым, и вообще очень расстраивался, когда у них портились отношения. Лермонтов был не самым лучшим в общении собеседником, и поддевался их. Тогда не читайте Лермонтова. Толстой тоже любил погулять по селам окрестным, по девахам. Тогда не читайте никого. Это первое. Второе. Продолжая эту мысль, я думаю все-таки, что люди часто выбирают градус агрессии очень высок, удивительно высок. И вот это больше всего меня во всей этой истории волнует. Мы едем недавно, девушка-блондинка стоит в пробке, блондинозавр, вот как я говорю, высовывается, ну, знаешь, светлауровая, вот, ну, снегурочка там, я не знаю, королевна, и впереди стоящему говорит, ты лярь в паскудное. Значит, это вообще не сочетание. На западе пальчик покажут и спрячут. И все, быстро. Нашу руку высовывают и еще на всю пробку объясняют, что он тебе показал. Градус агрессии сумасшедший. Играют старички в домино, говорят, забить козла. Мы же не обращаем внимания. Дети говорят, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Во всем агрессия. В песнях кузнечика съела лягушка и хор радостно траля-ля-ля-ля, траля-ля-ля-ля. И во всем агрессия. Наши туристы ведут так себя за границей, агрессивно, что верят, что русские агрессивные завоюют через три дня любую страну. Вот, меня и выбирают для своей агрессии в отчизне наиболее ярких личностей. Вот, что я хочу сказать. Более того, к которым хорошо относятся. Как можно... Вот, знаешь, я был влюблен в Софи Лорен в 15 лет, но я не мог всерьезу в нее влюбиться. Потому что мы все равно не увидимся никогда. Почему? У тебя есть планы? Есть. Да. Я бы очень хотел при жизни дать деньги на приглашение, заработать деньги на приглашение Софи Лорен, чтобы она показала лучшие свои фильмы и представила их в Москве. Да, у меня есть такая мечта. И чтобы я ездил, я был переводчиком с итальянского языка. И я ее выполнил. Но, я не мог в нее всерьез влюбиться. Так и ненавидеть всерьез Бена Ладена наш народ не может. Он далеко. И Обама далеко. А Михалков тут, рядышком. Вот, вот, яркий. Ну как? Если я буду его злость, то я приравниваюсь к нему сейчас. и очень печальный процесс. Скажи мне так, скажи мне так, ну, объясни мне. Вот смотри, иногда показывают по телевидению, по культуре, там, или где-то ночью, там, черно-белые советские картины, и ты смотришь, господи, боже мой, как это можно было, как это можно было снимать, как это можно было смотреть, как люди в это верили. Хорошо, с высоты нашего времени безнаказанности, мы можем это смотреть сверху вниз, говорим, кошмар, вот эта идеология, там, что хотите. Но меня интересует вопрос, неужели таким естественным стало желание узнать мерзость про другого? И неважно, правда это или неправда. Кстати говоря, очень точное наблюдение, с удовольствием веришь в мерзость про другого, и очень не хочется, когда говорю, я? Ну, с ним могло бы, конечно, действительно. Посмотри, какое поверхностное наслаждение от того, что есть кто-то, кто хуже тебя. Значит, сам ты уже, а если он еще известен, то значит, ты тоже. Не, ну, подожди, посмотри. Да, конечно. Посмотри. Ведь быть хуже, быть лучше другого несложно. Ну, он убил пять, а ты всего два. и нормально, Трудно быть лучше себя самого, да? Но я хочу понять, откуда, вот в какой момент случился этот перелом? Ну, смотри, война. После войны, тяжелейшая война, сплотила народ, после там всех репрессий, коллективизации, там, индустриализации, сплотилась народ. Кончилась война. Во власть пришли те, кто воевал. Народ жил тот, кто воевал. Война существовала для людей как точка отсчета. Это было до войны, это было после войны, это было во время войны, это было в 43-м. И вот это вот ауканье войной, как кто-то говорил из классиков, что мы аукаемся Евангелем, только мы аукаемся Пушкиным. Вот это вот, так сказать, то, что люди аукались, людей, живущих внизу, это абсолютно, так сказать, напрямую связывалось с теми, кто был, укормил власть. Да? Там тот же Брежнев, не важно, Малая Земля, не важно, что там, но он был из наших, он воевал. В это время возникла, так сказать, стагнация или застойность, а на самом деле просто мирная жизнь, такая туповатая, так сказать, как замечательно там потом до этого Никита Сергеевич громил абстракционистов и модных художников, очень смешно, Энс Неизвестный, я тебе рассказывал, говорил, что Георгий Щерц, говорит, ну они ничего не поняли, они не поняли, потому что мы здесь представляем себе, что власть такая огромная мраморная жопа, мы-то рвались к ней, расталкивали всех ее лизнуть, а они думали, что мы хотим укусить, поэтому дали нам по сусалу, но вот это время, да? Где случился тут слом? Я выскажу свое мнение, но оно опасное, но я все-таки выскажу. Мы вдвоем сидим. Да, вдвоем никто нас не слышит, а в этом никому не рассказывай, но мое мнение такое, вот есть люди, начну издалека, чтобы не все меня обвинили, есть люди верующие, а есть религиозные, те, которые не знают, чему учил Иисус, а знают, что надо делать в церкви, это религиозные, это люди в упаковке живущие, в религиозном, а есть верующие, которые, вот я звоню одному своему очень верующему человеку, говорю, в детском доме надо выступить, и он говорит, я не могу, я молиться должен, неправильно, сначала выступи в детском доме бесплатно, а потом молись, согласен, все абсолютно правильно, вот это пример очень точный, и получается так, верующий человек знает то, что читается в Евангелии между строк, мы сыновья Божьи, а люди с каких-то пор, давно очень, не только при советской, на мой взгляд, стали считаться рабами Божьими, это, на мой взгляд, очень неправильно, раб Божий будет вести себя так, как вот мы хотим, чтобы изменилось это, сын Божий никогда не нагадит на природе, он знает, папа создал природу, и папе гадить нельзя, а раб Божий нагадит и будет просить прощения, не могу согласиться, может быть, не могу согласиться, потому что, во-первых, сын Божий – это Спаситель, это Христос, и он один, поэтому тут уже сразу мы, так сказать, я сын Божий. Ну, немножко, да, мое мнение так, да, идет вразрез немножко. Это как к одному чиновнику пришел Алексей, значит, ну, в клубке, значит, чиновник такой, испуганный, и не знает, как его назвать вообще, святейший, не святейший, батюшка, а ты как вообще все, он так путался, тот его поздравляет и говорит, там, так сказать, что-то такое с великим праздником, с там Рождеством, что-то или чем-то такое, тот перепугался, говорит, не-не-не, про меня извините, я ничего не знаю, я антихрист. Он хотел сказать, атеист, сказал, смешно, святейший, я антихрист, сказал, он немножко перепутался, поэтому, понимаешь, когда я сын Божий, это рам, и понимаешь, как я говорю, ведь рам Божий, это не раб, раб Божий, это тот, для кого, это тот, кто по-настоящему верует, и считает себя рабом, перед тем, что эта вера для него значит, это не значит преклонение, идолопоклонство, так сказать, лизоблюдство и так далее, сын Божий, он один, раб Божий, другой разговор, другой разговор, когда кто-то тебя считает рабом, ведь если бы Спаситель считал остальных, со всех рабами, ведь это мы говорим, я раб Божий, а он так не говорит, ты мой раб, а это наше право сказать, я раб Божий, или я не раб Божий, но я предпочитаю сказать, что я раб Божий, нежели сын Божий, во-первых, для начала, а во-вторых, это не значит, что он ко мне относится, как к рабу, и для меня это принципиально важно, может было бы ужасно, если бы Спаситель относился к тебе, как к своему рабу, все, на этом заканчивается вера, на этом заканчивается, ну, для меня, по крайней мере, понимаешь, поэтому я думаю, что хорошо, но мы с этих формуляров разобрались, где же все-таки то, о чем, с чего началось вот это, когда опустошение, мерзость, неправда, так сказать, удовольствие, когда ты начинаешь чужие поражения считать собственными победами, где это произошло в обществе? Ну, продолжая эту мысль, но совсем с другой, как бы, стороны, я бы вот, что хотел сказать, люди созданы для творчества, хорошо, тогда я скажу так, творец создал по своему подобию, значит, творцами, правильно, согласен, если творцами, у каждого есть способности, государство, нигде, ни одно государство, не помогает людям раскрыть свои способности, но у нашей, что дает энергию нашим людям? Наша земля и наш язык, и то и другое очень заряженной энергетикой мощно, это особая мощнейшая энергетика, поэтому, когда у нашего человека нет творчества, у него сбивается вообще все, если женщина гоняется за спонсорами, она никогда не будет счастлива, а если она, потому что спонсоры за ней гоняются, то и он не будет счастлив, потому что транжирит себе, но они не знают, это закон природы, закон природы другой, если ты творец, ты выращиваешь цветы, ты можешь быть счастливым. У нас в Риге по пляжу, в Юрмале, ходит женщина, она 20 лет не старится, она собирает мусор на пляже, она счастлива, это ее творчество, знаешь, у нее согнулась фигура, глаза вот так вот, у нее остаточная деформация, и она так накалывает, но она всегда улыбается, и улыбкой Будды, она там медитирует на этот мусор, но это, это ключик к пониманию, что не в злости счастья славянина, славянскую, русскодумающего, россиянина, как хотите, я всегда говорю, русский язык, он многим принадлежит, для меня, Россия, это интернациональное понятие, поэтому, когда я буду говорить сегодня русский, я буду иметь в виду всех, все народы, которые у нас живут, и не надо оправдывать. Да, я оправдываюсь, потому что некоторые, о, о, ну, бог с ними, ну, бог с ними, да, и я считаю, что человеку лучше всего вот найти, где он полезен кому-то, сбилась программа, ребята, все менеджерами быть, не могут наши люди быть менеджерами, если они будут менеджерами, они будут в интернете ругаться матом, и ставить смайлики, им некуда деть свою энергию, они не могут быть маркетологами, и повар имеет лицо, садовод имеет, садовник имеет лицо, профессия должна иметь лицо, сегодня в упаковку Россию делают, упакуют ее, и люди сопротивляются этому, но у них не хватает направлений, как, в каком направлении сопротивляться, вместо того, чтобы возмутиться той реформой образования, которой сегодня и сказать президенту, будьте добры, давайте вот так сделаем, давайте предложим по-другому, давайте возьмем лучше из советского времени, из царской России, математики в учебнике были роскошные в царской России, почему надо заменять, переводить учебники с американских учебников, белка с полными лапками орешков, сидит на крыше обледенелой покатой, человек бросил ей камень, килограмм, и белка поймала лапой этот камень, условия задачки, это что, это же дебилы вырастают, ребят, у нас с армией безобразие, у нас нет бензина в стране, самой нефтяной в мире, у нас рабочие, которые работают в нефтяных фирмах, ничего не... ребят, другие совершенно проблемы, а самая большая проблема, каждый хочет быть менеджером, ведь молодого человека спрашивают, кем хочешь стать менеджером, а где хочешь учиться, он говорит, я хочу поступить в Хогвартс, в Латвии спрос был, по моей, я прикололся, молодых людей, менеджеров опросили, если вам скажут, что ваш друг хому сапиенс, что вы будете делать, один сказал, дам в морду тому, кто сказал, второй сказал, только маме не говорите, она мне дружится, другие, как эти люди, не творцы, они шурупчики, гаечки, гаечки, в зоопарке, в Риге, два бегемота не дают потомство, менеджеры руководят, из Канады приехали, сторож пришел, алкоголик советский, они говорят, может ты подскажешь, это твои друганы, вообще бегемот, потомство говорит, это две девочки, страна вне туда, когда вернусь к цитадели, сразу, я плакал на сцене, когда пошли с дубинами, посвистывая на цитадель, почему? Это же не ре... Вот 9 мая, перещелкивал программы, смотрел фильмы, войне посвященные, Никит, один мужик перебежал с одним и тем же пистолетом, с одного канала на другой, в той же форме, актер, другой поменил, там был предателем, а тут партизаном, и одно и то же, причем интересно, приемы твои использованы в серийных, в сериалах, приемы твоего первого предстояния фильма, те, кто ругал тебя за предстояние, режиссеры использовали эти приемы, я-то это вижу, когда цитадели взяли, посвистывая, пошли на врага, я же понимаю, у меня, вот я тебе говорил, у меня кадык, у меня паркинсон на кадыке начался, потому что мне неудобно вслух плакать, когда ты говоришь о том, что рожает, то же самое, вот эта сцена, да, это не тот соцреализм, к которому привыкли в нашем поколении, и как я сказал, это сюрреализм с тюнингом, современным, он подтянут, и через какое-то время, вообще, многие захотят еще раз посмотреть этот фильм, пройдет время, знаешь, когда человек со знаменем идет, чтобы знамя колыхалось, он должен против ветра идти, ты идешь против ветра, слава богу, что ты со знаменем, а не против ветра вышел другое делать, это замечательно, а ужас в том, что ты идешь со знаменем против ветра, оно развивается, а твой противник стоит как раз напротив тебя и писает, но ветер тоже против него, про это классное, да и я тебя шлепну. Роза Петров. Конечно. И когда я смотрю эту сцену, я думаю, боже мой, какое точное попадание. Я вообще ценю искусство так. Если мне хочется плакать и смеяться, это искусство хорошее. Если мне противно смотреть фильм, я не люблю. Одна женщина написала замечательную фразу в письме, она может быть спорная, но она потрясающе ясная по своему как бы по своему восприятию искусства. Искусство это только то, что хочется прочесть, увидеть или услышать еще раз. грандиозно. Грандиозно. И это правда сердца, а не ума. Да, согласен. В русском языке есть выражение дьявольский умен. Если ты умом стряпаешь кино, то оно немножко с дьявольщинкой будет. Да, но мы-то безогонные, поэтому у нас другое. Да, поэтому мы имеем право об этом говорить. Но я продолжаю мысль. Я могу не объяснять, почему мне было, почему я так расчувствовался на этой, но я объясню. Обязательно объясню для тех, кто может быть не готов сердцем воспринять картину. Ему поставили шоры, и он в шорах хочет смотреть эту картину. Нет, это притча. Для меня это притча. Я потом узнал, это притча, но основанная на «Не дыма без огня». Там действительно с палками были эпизоды, когда выходило? Да, это Борис Соколов, неизвестный Жуков, 429 страница, «Черная пехота». Абсолютно все написано про то, что это такое была «Черная пехота». Люди с территории, которые были оккупированы, были собраны без имен, без, так сказать, фамилий. Где-то в бумажке, да, дай-ка. Я даже прочту это, чтобы было понятно. Смотри. Значит, кроме того, в 43-м призывники с оккупированных территорий расценивались как потенциальные предатели. Практически их гнали в атаку как сход на бойню. Расчет был на то, что черная пехота только измотает немцев и заставит израсходовать запас боеприпасов, чтобы потом свежие части смогли заставить отступить противника, занимая их позиции. Они просто были брошены на пулеметы без оружия в своих бушлатах, тулупах, пальто, как они были взяты из домов и они исчезли под немецкими пулеметами без какой-то памяти о них, без их имен и без всего. Это документ. Я тебе скажу больше того. Картина метафизическая. Там есть вещи, которые не могут быть правдой, но это вещи, которые на это нарушение я иду, зная, что это не принципиальная, так сказать, ошибка. Да, конечно, в 41-м году не могли быть лагеря с зэками политическими так близко к западной границе, чтобы через два дня уже или через денег бомбили. Да, в 42-м году только появились штрафбаты. Это все так. Это так. Но ложки. Сколько мне проели плесень. С ложками. Не с ложками, а вот с этими самыми транспарантами. Михалков совсем с ума сошел. Танки с какими-то немецкими. Первые месяцы войны, ведь почему не проиграл? Он начал унижать. Русского человека можно долго, его можно долго мочить, оскорблять, побеждать, лупить, но нельзя унижать. Хорошо. Потому что когда уже он доходит до дна, уже его ничего не остановит. Понимаешь? А они унижали. Они когда увидят вот первые пленные, я смотрел часов в 60 хроник наших и немецких. Ты знаешь, идут пленные сотни тысяч. И на них страшно смотреть. Это лица нелюдские. Они в таком ужасе от того, что они увидели, когда на них сбрасывали, кроме бомб, просто бочки с дырками и те свистили так, что человек вжимался в землю и выходил из окопа седами, если вообще выходил из него. Ложки с дырками, учебная написана, Иван, иди домой, я скоро приду. Это психическая атака. Мало того, это нужно сказать, что, скажем, они развлекались, ты можешь себе представить? Убивают председателя колхоза. Потом каким-то образом это председатель колхоза оказывается в мешке в самолете в немецком. И его сбрасывают в его колхоз в этом мешке с надписью «Вот вам ваш председатель». Это же надо найти, это же, понимаешь, это, так сказать, рассчитанное удовольствие. И плюс к тому постоянный пуш, унижение, унижение, унижение. Когда мы говорим об этом, когда я, история, сколько мы нахлебались по поводу сисек. Надя, сиськи, Михалковская дочь показала сиськи. Не понимая, что это вообще квинтэссенция войны. Ну, конечно. Этот танкист, в общем, это реальная история, только он выжил. Этот 19-летний парень, танкист, которого перевязывала медсестра, он говорит, мне 19 лет, я никогда не целовался вообще, не знаю, что это такое. Покажи сиську. Когда я ему показал, он, не знаю, от этого ли вы видите, от этого ли выжил. Он выжил. Я хотел сказать, бездержанно. Они поженились. Они поженились и прожили потом какое-то долгое количество лет. В этой истории она то же самое, только он не увидел. И когда мы отъезжаем, гигантский отъезд, очень красивый, на мой взгляд, технический, мы видим Гевича спинку, человека, который так и не увидел, с открытыми глазами, умерший, уже остывающий, и герника вокруг. Вокруг ад. Это есть образ войны, а не пив-пав, понимаешь? Ну, я сейчас, так сказать... А я хочу продолжить свою мысль. Для меня философия этих фильмов о войне, твоих, а в них есть... Вот то, что я объясню, почему я... Почему для меня они так трогают? Потому что у нас это ни у одного государства больше нет. Есть Родина, а есть государство. И враг каждый раз вычисляет слабость государства. Но он никогда не знает... Силы Родины. Силы. А я думаю, как сформулировать вторую часть фразы? Потому что раз я сказал слабость, думаю, и вдруг ты сформулировал. Знаете, правда? Конечно. Согласен абсолютно. И когда ты говоришь унижение, первое, кто нас унижает, наше государство. И это фильм о том, что и сегодня часто наш народ в униженном состоянии все время находится. И мы хотим его в общем помочь выбраться из этого. А я тебе скажу. А я тебе скажу. Это отвлекает совершенно от этого. Да. Ты понимаешь, 20 лет назад могло быть совершено чудо. То есть революция сверху, что бывает довольно редко в России, и эволюция снизу. Эволюция снизу. Эволюция снизу. Ну, совершили. А эволюция была насрать на это, на это эволюция. Начали делить кабинеты. И все. И стала прослойка, которая занимается жизнью активной. Туда песочница, московская, питерская, пересадка, туда-сюда. А там люди, которыми они ждут, чтобы мы вам объяснили. И они верили в это во всем. Это очень. Их же предали. Меня коммунисты не предали. Знаешь, почему они меня не предавали? Я им в жизни не верил. А сегодняшние меня предали. Я им верил. Никит. Ну, я быстрее разуверился. Это другое дело. Произошел просто ребрендинг. Как выражаясь. Вот милицию переменали в полицию? Это ребрендинг. Потому что как были менты, так и остались вообще-то. Знаешь, я говорю, когда в публичном доме публичный дом не приносит дохода, надо девочек менять в публичном доме. А не название в публичном доме. Потому что это девочки виноваты. И то же самое получилось сегодня и с полицией, с милицией, и с нашим государством. И до сих пор государство есть деньги на все, кроме Родины. И получается, но каждый раз, когда беда, государство просит помощи у Родины. И Родина отзывается. И когда твои идут с палками, Родина отозвалась на государство, которое ее никогда не защищало. Да, согласен. Вот почему мне трогательно даже сейчас говорить об этом. И сейчас такая же ситуация. Родина должна, как я тебе сегодня сказал, я повторюсь, одного человека оживить нельзя, а народ оживить можно. Сейчас, чтобы оживить народ... Что за 10 лет в России может измениться все, а за 100... Ничего. Ничего. И поэтому эти фильмы, если правильно понимать, они могут помочь, чувствовать их надо, а не понимать. Когда американцы приезжают в Волгоград и видят Родину, Мать, ты знаешь, что ни у кого в мире нет призыва за Родину. Это никто не обращает внимания. Как? Ну, нигде. Ну, нельзя представить американцев и НАТО в Ливии, и за Родину бомбящих. А, ну да. За Родину нельзя. За Родину. Есть призыв за свободу у испанцев, потому что они, как и мы, свободолюбивы. Но у них свобода, у нас воля. Как Протасов кричит, воля. Перевести невозможно. И у нас вот это за Родину все только у нас. Непереводимо. Родина-мать только у нас стоит. Интересно, они кричали за государство? Нет. Конечно, Никита, за государство не кричали. За государство! Это чтобы застрелиться, если самому за государство и от себя пуль. Конечно, за Родину. Потому что это наш род, прежде всего. И когда американцы, это гениально, приезжают в Волгоград, а там наши 9 мая пьют с немцами. Говорят, ты вот тут сидел, я в этом. Все, они раскрылись. Они по добру, они понимают, что эти ни при чем. И американцы видят Родину-мать, они говорят, высокая. А наши им говорят, в Луну полную придете, рукой помашем. Говорят, что ты не машешь. А вы курили? Нет. И твои фильмы о Родине. Вот, потому что я тебе рассказал, ты там сидел, я там сидел. Для меня самым дорогим, ну, одним из самых дорогих образов является, как, я же, когда готовился, я очень много начитывал, смотрел, мы все вместе смотрели материалы, читали книжки, воспоминания, и я попросил Астафьева, гениального Астафья, Виктора Петровича, чтобы он наговорил про войну, он же сказал, и он часов шесть нам наговорил. Это было про, это просто была сказка. Причем он еще, так сказать, понимаешь, он еще обижен внутренне, так сказать, на то, что происходило. Да, да, я знаю. Когда он же понял, что с ними делали, понимаешь, вдруг уже с высоты времени он увидел, что с ними делал, и вот такая внутренняя обида, серьезная, солдатская обида. И он рассказывал вещи невероятные абсолютно, невероятные вещи рассказывал, про то, что такое быт войны вообще. И он сказал, два чувства на войне, постоянно и неизбытно. Желание спать и голод, больше никаких. И я из этого вынул толкающуюся машину двумя нашими солдатами и немецкими пленными, которые засыпают, пока ее толкают, потому что она и она не вылезает, а они засыпают, и их укачивают, и солдатик, который сидит на пушке сзади, тоже обняв ее. И это мы уходим наверх, потому что, если звучит колыбельное, потому что они перестали быть врагами. Это вот, каждый живет сейчас в своем сне. Один видится, он на немецком языке, а другой на русском. Но они объединены сном людей, которые устали от войны. Для меня это образ во какой, понимаешь? Не понимают, суки? Ну, что? А продолжая тему цитадели, вот это Родина победила. Конечно. А не государство послало на смерть, а Родина выиграла. Говорят, мышка там победила. Ребят, есть законы природы. Бабочка махнула в Чили лапками, а землетрясение, цунами произошло в Индонезии. Не говори так, потому что тебя сейчас ужас как бы, что с тобой сделают сейчас. Я сказал о том, что это вообще общая божья кара. Только случилось это, к сожалению, в Японии, но мы так относимся к природе, мы так презираем ее. Ну, почему я буду говорить? Послушай, 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 что эта природа отвечает нам. Вот сегодня это случилось в Японии, завтра может случиться в Москве. Это отрезали. Михалков считает божьей карой землетрясением в Японии, потому что они безбожники. Нет, ну это шулерство. Конечно. Но Эйфьятлилайо Кудель плюнул, потому что Европа зазналась. Они якобы все могут, изменить все законы, живут. Один вулкан плюнул, и вся Европа в пепель. Как ты запомнил этот? Потому что я до этого ночевал у подножья вулкана мексиканского Попухотипетель. Попухотипетель. Эйфьятлилайо Кудель Попухотипетель. А давай в следующий раз поговорим на таком изъяве. И та же ситуация вот с Америкой никто ведь тоже не понимает. Своей любимой, потому что если я не скажу про Америку, вроде вообще-то зря меня пригласили. Понятно, конечно. В Мексиканском заливе что просто так? Гонялись за нефтью, грабили чужие страны, нефть сама к вам пришла. Это правда. И поэтому и законы природы. Когда люди приходят в собор и молятся, и испытывают хорошие чувства, ты зайди потом и ты испытаешь эти чувства. Это квантовые физики и волновые механики это могут объяснить. Если идут с палками, Родина идет против врага, обязательно эта энергия где-то сконцентрируется. И мышка сделает это. Это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Это же прорепку. Это метафизика. Это метафизика. Бабка с деткой, но мышки не хватало. Это же русская народная сказка. Спортежное мышление. Конечно. И поэтому не надо в репке тоже. Репка особо дорогая мне сказка, потому что я первый, что играл на сцене это репку во втором классе. Я так играл по системе Станиславского, не знаю, что меня просили на бис вытягивать. Я думаю, что многие жалеют, что тебя выйдет на бис. Второй раз все-таки на бис. И вот что для меня это значит. И этот фильм почему современный. Ну, вот ты замечательно сказал. Ну, нельзя столько унижать народ. Но требовать нам от государства вот сейчас с тобой прекратите унижать. Ну, бесполезно. Все равно олигархи есть олигархи. Дело делать. Надо дело делать. Единое дело должно быть. Поэтому я говорю, ребят, вот я был при социализме счастливым. Я и сейчас счастливый. В переходный период был счастливый. Я всегда живу хорошо. У меня нет миллионов. У меня до миллиона я все время не могу дотянуть доллара. Ну, вот уже почти. В ресторан позвали. И все. И полмиллиона, к чертю мать. Я хочу сказать, что вот если творческие люди, творчество сами. Это гениально по Фрейду. Никак не дотягивай до миллиона. Почти дотянул. В ресторан позвали. И полмиллиона нету. Хорошо. Позвали в ресторан. Тебя полмиллиона нету. У меня. Они меня позвали. Это очень точно. У меня однажды почти скопился миллион в рублях. Это было перед реформой денежной. Я в один день всего лишился. Это было страшно, Никита. У меня было 300 долларов в кармане. И в это время страшно. У меня отец скончался. Мне не на что было похоронить. Ух ты. И мне дали родственники. Деньги собрали. Но потом я быстро выкрутился. Это другое дело. Потому что я владею профессией. У меня есть творчество. Я все время хочу людям объяснить. Потому что Ильин говорит, никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше. Я даже так замер. Я все время хочу людям объяснить. Занимайтесь собою. И вы будете при любом строе. Но если мы еще объединимся в каких-то мыслях, не против мигалки. Ну что это такое? Я же там затеял игру. Мне такие смешные присылают. В чем виноват Михалков сегодня? Ну все это написали, что клещи перестали размножаться. А наоборот, клещи размножаются с двойной силой в Подмосковье. Потому что ты там ездишь. И звук мигалки их тянет. Ну ты ладно. Это, так сказать, фигура речи. Комсовольская правда Нижний Новгород написала, что Михалков с самолета разбросил боевых гадюк вокруг своей усадьбы. Чтобы... Ах, клещи, ты можешь найти эту... Что такое боевые гадюки? Я не знаю, что такое боевые. Чем от небоевые? Старичок, она боевая. Она же каратэ владеет. Боевые, вообще образом боевые гадюки. Колоссально. Вот оно фольклорное мышление. Фольклор. Фольклорное мышление. А человек, который, скажем, смотрит мою картину и говорит, допустим... Ты можешь себе представить, что было бы с... Яршов, да, написал... Конька горбонка. Можешь представить? Вот конька... Читай, подожди, читайте, что конька горбонка. Человеку, который говорит... Ну он сошел, с ума сошелся. Как он же горбатый конь. Ну, знаешь, у нас же есть хорошие лошади. Ну, красавец. Вот я жеребца видел вчера потрясающего на конном заводе. Так посадите на этого жеребца. Ну, что за люди? Зачем они это делают? Понимаешь? Вот что было бы с ним? Он это услышал. Что должно... Я не сравниваю себя ни с кем. Ну, когда мне говорят о том, что... Ну, хорошо, ладно. Как можно испражниться на скорости 400 километров из самолета? Бля, не понимаю простую вещь. Он не собирался испражняться. Это унижение. Показать голую задницу тем, кого ты не можешь сейчас расстрелять, потому что это не полагается. Мы чтим закон. Это конвенция ГАГская. Мы не можем бомбить эти самые транспорты с ранеными. Но пошутить по-немецки так можем. И когда в этом не видят главного смысла... Ну, обидно. Понимаешь? Мне обидно. Потому что я... Мне печально. Печально. Мне обидно, печально. И я хочу вот что предложить с тем, кто на меня в блоге в моем нападал. Я хочу проверить... Не проверить, нет. Я хочу им предложить. Если они отзываются... Кстати, когда я предложил тем, кто меня оскорбливал, выслать им книжки в подарок за особо... Одаренные? Одаренные. За оскорбления, написанные... Да. Вот дар у человека есть. И, знаешь, многие отозвались. Пришлите, пожалуйста. Мне это понравилось. Это значит, не безнадежен человек. Пришлите. Я вас оскорблял, но возьму с удовольствием. Согласен. Хороший ход, кстати. И я думаю, что я хочу им предложить вот общее дело сделать какое-то. Потому что ты же сам мне не раз говорил. Наш народ любит общее дело. Конечно. Я на БАМе 7 раз был с агитбригадой со своей. Я вспоминаю с большой радостью это. А сегодня я хотел напечатать очерки, которые написал в 76-м году и Полевой мне дал премию за очерки о БАМе. Называется «Агиттеатр на БАМе». Дал молодой машинистке перепечатать. Ну, не машинистке, а наборщице. Гениально. Вот хорошо, что сидишь. Я ее уволил сразу, как прочитал название очерков. Называется «Агиттеатр на БАМе». Я читаю. «Антитеатр на БАМе». Уж не БАМ. Гениально. Очень точно. Что такое? Слышишь, какие письма получаю. Михаил Николаевич, как в ваше время могла произойти Октябрьская революция, если не было интернета? Гениально. Гениально. И я почему этот пример вспомнил? Потому что об общих делах вообще даже память не сохранилась. А я все время считаю, что если оживлять, начинать нашу жизнь в России... Я предлагаю уборку в стране. Предлагаю. Ты предлагал это много лет назад. 20 лет назад предлагал. И точно не предлагаю. Но все равно к этому придут. А я вообще хочу сделать такое, как флешмоб, так образно говоря. Я хочу призвать встретиться. Вот я проработаю это или дам проработать своим друзьям на блоге. Вот встретимся в Подмосковье в каком-то очень убогом месте, который вот все в упаковках пепси-колы. Огородим его колючей проволокой и убьем. И никого не пустим больше никогда. Знаешь, это ты мне напомнил. У меня Качан, друг, живет на площади Маяковского. И я выхожу, и там митинг коммунистов. Они кричат, долой, что-то там. И все огорожено грузовиками. Стоят три человека, и они им это кричат. Замечательно. То есть ты, свобода слова, но в бункере. А рис сколько хочешь. Все огорожено. Да, серьезно. Но я хочу предложить людям вот этим, кто любит оскорблять и потом смайлики ставить, встретиться и убрать большой кусок леса в Подмосковье. Я думаю, они очень добрые, хорошие люди внутри. Просто не знают об этом. Правильно. Только я боюсь, что кончится все пьянкой и тоже хорошо. И пускай хотя бы это будет. Только уберите сначала. Не сразу пьянка. Потом перебьем. Потом еще за собой уберем. Да, потом. Вау, вау, молодец. За собой убрать. Вот. Основная задача в конце я припишу. С условием, что мы потом уберем за собой. Вот это замечательно. Мишенька, дорогой, спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы сегодня договорили, и мне очень радостно, что у нас нет абсолютно задачи говорить с кем-то. У нас есть задача говорить друг с другом. И я очень хочу, чтобы к нашему разговору присоединялись наши противники, друзья, люди, которые хотят с нами поспорить или поддержать своими идеями, вопросами. Я думаю, что если, как говорится, Господь управит, мы в следующий раз уже подберем какие-то вопросы, чтобы быть конкретными, потому что волнует людей. А параллельно с этим у нас тоже что-то накопится. И мы что-то протрендинь с тобой с большим удовольствием. Но мне это очень в охотку, честно. Мне тоже нравится эта идея. Давай, дорогие. Давай. До следующих встреч. Без огонь. Продолжение следует...